АМД-шники, мы тут устали. Мы узнали, что вы пытаетесь выжить максимум с древнего АМД-шники. Да, наступила эра многопотока, и мы уверены, что он сможет справиться с временными играми. Мы всегда знали, что вы фитозёры, но чтоб настолько. FX это процессор 2012 года на 32 нм техпроцессор с дохлыми ядрами. Как он может с этим совсем справиться? У нас тут есть пара идей, как заставить его тащить. Забавно, ведь даже наши зионы на 775 сокете не могут тащить все современные игры, а ядра у них намного лучше ваших. Так что мы уверены, что у вас ничего не выйдет. удачи вам, АМД-шники, и не спалите ваш системник. Мы готовы к комплексному расклону FX. Заходим в BIOS. Быстрите память напряжения и тайминги. Погнется напряжение на процессор и оперативную память. Капитан, просадок по улетажу нет, все в пределах норме. Шина BCOK разогнала вместе с ней Северный мост. Принято. Запуск винды. Ох, ёпт! Фух, чуть синий экран не поймали. Надеюсь, когда мы запустим эту игру, наши ожидания подтвердятся. Память не заводится выше 1866. Все нормально, у нас четыре планки, все должно получиться. Внимание, запускаем Бейджман. Начинается распространение по ядрам. Температура растет прямо на глазах. Если так пойдет и дальше, мы словим тротлинг. Внимание! Перегрев Северного моста. Внимание! Перегрев Северного моста. Мы ж меняли термопасту. Надо колхозить охлаждение, сейчас поставлю кулер. Ну давай. Частоты 1866 маловато для IFX. У нас четыре стика памяти, он должен справиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, родной! Приближаемся к самому сложному участку Берчмарка. Ох, сейчас будет жарко. Отчет ОБП. Никаких просадок по 12,5 и 3-х вольтовым линиям. Что ж, хорошо, начинаем играть. Критическая температура Северного моста. Снова? Надо было выбрать корпус получше. Вот она, эра многопотока. Давайте сравним с Зионом на 775-м. Слишком поздно. Он слился еще в бенче. Впереди гиперпни. Гиперпень сливает нам как дитя. Давайте покажем 8 ядер с многопотоком. Как вам АВХ инструкции, сукины дети? Ставь 2К и прикончим Ай-3. Ха! Мы замахнули все святое. 2К разрешение. Осторожно! Микрофрицы на 2К разрешение. Что происходит? Док питания не справляется с этой самовегой. Идут просадки по 12 вольтовой линии. Говорил тебе покупать 650 ватт. Так мы же рассчитываем на райзен. При таких частотах просадки недопустимы. Рекомендую снизить настройки графики. Ну что ж, теперь мы будем знать, что для Веги нужен питальник помощнее. Да, скидываем настройки на 1080p и играем на ультрах. Ну что ж, хорошо. Твой ксас горит. И заберет с собой твой новенький Ай-5. Приготовься, раскошелись на Ай-7 на новом сокете. Амудэшники, ваши разгоны стоят нам больших денег. Простите, мы вас не слышим, мы только что разнесли ваши пиньки и Ай-3. Не стоит этим хвалиться. Технологии не стоят на месте. И вам даже не помогут ваши райзены. Наши райзены? Да они не хуже ваших Ай-7. Не хуже наших Ай-7? Возможно. Но и Intel не стоит на месте. Скоро вы увидите новый Ай-9, который убьет все ваши мудрешные покуки. Мы знаем, чему вы ведете, но AMD стоит на месте. 3D Reaper грядет. И теперь он будет не один. У нас есть FX, Лизань, Эпик и карты Родеон. Вы в этом так уверены? AMD уже сколько раз сливала Intel? Вы, видимо, забыли про Athlon 64. Отверстие. 3D Reaper angels. Субтитры создавал DimaTorzok